Телеканал ЮТВ побывал в пансионате, который обвиняют в жестоком обращении с пожилыми. Послушайте объяснение директора. Карту ОЛГА можно будет добавить в телефон, а кондукторов заменят валидаторы. Какие изменения ждут уфимский транспорт? Уфимцы хотят построить виртуальную копию столицы Башкирии в Майнкрафт. На днях социальные сети облетели фотографии и видео, снятые в частном пансионате для пожилых «Моя семья». Он находится в Уфе, в поселке 8 Марта. На кадрах видно, как престарелые постояльцы теснятся на кроватях без матрасов и постельного белья. Женщина, которая сняла эти фото, представилась бывшей сотрудницей пансионата и рассказала, что пенсионеров здесь бьют и морят голодом. Сням, сним, четыре кровати, шесть человек. Всего кровати четыре. В таком состоянии находятся пожилые люди. Материалы привлекли внимание правоохранительных органов. Проверку начали Следственный комитет и прокуратура республики. Их специалисты уже второй день осматривают помещение, опрашивают сотрудников и постояльцев пансионата. Сотрудники подтвердили, что фотографии сделаны в этом пансионате, но заявили, что они не отражают реальное положение вещей. Якобы их сделали, пока старикам меняли одежду и белье. Фотографии были сделаны ровно в тот выбранный момент, когда были помыты полы, менялись памперсы, постояльцы были искупаны. Когда уже было убрано с кроватей постельное белье, но не было еще разложено новое постельное белье. Та сиделка, которая пошла за постельным чистым бельем, то есть в соседнюю палату зайти надо было, в гардеробную достать вещи, чистые вещи нательные и чистые вещи постельного белья. Пока она вышла, она сделала это фото. А зачем? Давайте спросим ее. Она уволена уже. Она не уволена, она ушла. Она не уволена, она сама ушла, пробовав здесь полтора дня. Я опять же говорю, мое личное мнение, подозрение, что это заказ со стороны конкурентов. Что этот человек был изначально подослан. Телеканал ЮТВ присоединился к делегации депутатов Курултая, которые также прибыли в пансионат с проверкой. Внутри мы не встретили ни одного пожилого человека. Депутатов и нашу съемочную группу не впустили в жилые комнаты, аргументировав это тем, что у постояльцев тихий час. Осмотрев гостиную и душевые, и пообщавшись с сотрудниками пансионата, парламентарии не обнаружили ничего противозаконного. Условия для постояльцев созданы неплохие, на наш взгляд. Питание организованное пятиразовое, постельное белье имеется в наличии, все бытовые условия, стирка, туалетные комнаты, душевые, все работает. Но я не буду пока глубоко вникать в суть, потому что здесь работает и следственный комитет, и сотрудники правоохранительных органов, поэтому предварять их выводы я не могу. Но на наш взгляд, это как парламентский контроль, как бы права людей не нарушаются, здесь они находятся добровольно, никто их здесь силой не удерживает. Мы связались с девушкой, которая, по ее словам, устраивалась на работу в этот пансионат два года назад. Она рассказала, что ушла отсюда спустя два дня, не выдержав условий, в которых живут старики. Нет, нет, нет. Так это все время они там лежат. Когда я спрежевалась, со второго этажа упал дедушка, он хотел сбежать через окна. Он там сильно покалечился, ему пригнали коляску, и нам сказали, если вы кому-то расскажете, то, говорит, у нас есть паспорта ваши, сканы, мы, говорит, вас найдем. То, что они били, такого я не видела, недокармливали, видела. В настоящее время в пансионате «Моя семья» продолжается проверка. Работающие на месте представители ведомств от комментариев пока отказались. Артем Валитов, Александр Кузнецов и Егор Полторыхин. Телеканал ЮТВ. Тротуар на недавно построенной улице Рудольфа Нуреева приведут в порядок. Об этом рассказали в мэрию Фы. Напомним, накануне местные жители рассказали телеканалу ЮТВ о некачественной работе подрядной организации. На пешеходной дорожке образовались многометровые трещины и провалы. В настоящее время ведется исправление замечаний. Формальные работы завершены. Есть ряд замечаний, в том числе в вашем сюжете. Были замечания по качеству дорожного покрытия на тротуаре. Подрядная организация «Дортранстрой» признала факт некачественных работ. И в рамках гарантийных обязательств на сегодняшний день исправляются работы по покрытию тротуара. Строительство второго этапа улицы Нуреева началось в прошлом году. Участок от улицы Энтузиастов до бульвара Довлеткельдеева обошелся в 166 миллионов рублей. Как рассказали в мэрии, значительная часть от этой суммы потратили на строительство ливневой канализации и вынос коммуникаций, водоснабжения и электроснабжения. Однако на улице до сих пор не горят фонари. Здесь был ряд порывов линии электроснабжения. Значит, в ближайшее время освещение на улице появится. А в скором времени демонтируют вот этот знак пешеходного перехода, который стоит посреди тротуара и мешает жителям микрорайона. Его перенесут вот на это место. Кроме того, чиновники объяснили, почему выезд на улицу Нуреева со дворов многоэтажек сделали с большим уклоном. По их словам, эта проблема возникла давно. Оказывается, при возведении домов строительной компании занизили высотную отметку, заданную проектом. Когда подрядная организация выполнила работы по устройству улицы Рудольфа Нуреева в рамках своего проекта, выяснилось несовпадение этих отметок более чем полтора метра. То есть мы были вынуждены на ходу корректировать проект. Были приняты ряд технических решений. Но в итоге, естественно, выезд получился ненормативный, крутой. В мэрии говорят, что сейчас заключен договор с проектной организацией для приведения выезда в нормативное состояние. То есть его сделают шире и с меньшим уклоном. Работы планируют выполнить в этом году. А вот вопрос, каким образом будет укрепляться склон возле дома номер 14, пока остается открытым. Проблема связана с тем же, с примыканием нашей дороги к прилегающей территории, которая оказалась ниже проектной отметки на полтора метра. Каким образом, сейчас не скажу, потому что должны посмотреть специалисты, что там можно сделать. То есть в ближайшее время тоже будет выдано техническое решение. Техника, работающая на улице, немного успокоила уфимцев. Теперь они надеются, что чиновники сдержат обещания и тротуар приведут в порядок. Сегодня мы видим, что уже работа идет вовсю. И мы надеемся, что в ближайшее время все будет усилено и будет комфортное поживание в нашем районе планеты. В мэрии говорят, что подрядчик закончит укладку асфальта в ближайшее время. Главное, чтобы погода не подвела. Когда работы завершатся, на место выйдет лаборатория и проверит качество покрытия. Рустам Нурешев, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. Транспортная реформа, начатая Радием Хабировым, запомнится многим. Один из ее символов – карта Алга. За полтора года ею обзавелись 367 тысяч жителей Башкирии. 72 перевозчика зарегистрированы в системе. Ежедневно мы фиксируем достаточное количество транзакций, которые позволяют сказать, что этот проект реализован, что он работает. Водители приняли нововведения не сразу. Шли на всевозможные ухищрения, лишь бы не принимать карту. Дело не только в том, что при новых порядках пришлось платить налоги. Заработанные деньги водители получали уже не день в день, как раньше. Мы не можем деньги вытащить, отдать. Деньги пришли. Согласно договору, 4,5 убирают прорезка. Потом 6% мы свои налоги. Потом набиваем данные, потом отправляем. Мы не можем день в день, когда они работают. А мы месяц проходят, после этого сверяемся. Несмотря ни на что, Алга укрепила свои позиции. За полтора года по ней совершили 36 миллионов поездок. Через несколько месяцев должно появиться мобильное приложение. Его разработают в Башкирии. Сколько будет это стоить, коммерческая тайна. Программа позволит просматривать историю поездок и пополнять баланс. Но это еще не все. Те идеи, которые мы там в мобильном приложении, если мы их реализуем, мне кажется, что мы должны их сделать, мы сможем с вами оплачивать карту Алгой, в том числе с айфоном. То есть то, что не сделано в других регионах. То есть в будущем карта Алга может стать виртуальной. Сроки реализации этого новшества не называются. Другая идея – объединить дисконтные карты разных магазинов в одной. У вас, наверное, в кошельке есть 150 карт всяких различных магазинов. То есть мы, в конце концов, можем прийти к тому, что у вас будет карта одна Алга, а в любом магазине вы будете получать ту скидку накопительную, которая у вас уже сложилась по вашим индивидуальным картам этого магазина. По словам Романова, благодаря такой интеграции магазины смогут сэкономить на обслуживании своей дисконтной программы. Когда эту идею воплотят в жизнь – неизвестно. Зато мы точно знаем, в каком транспорте впервые в Уфе появятся валидаторы. Как вы знаете, у нас прошли недавно конкурсные процедуры по закупке 10 троллейбусов с автономным ходом. Вот на этих данных транспортных средствах мы как раз-таки предполагаем установить валидаторы. И людей все-таки приучить бесконтактное оплате. Соответственно, с кондуктором потихонечку убирать следы. Я думаю, это все равно реализуемо. Год через два это будет. Потому что весь мир к этому идет. Приобретают не только троллейбусы, но и автобусы. Правда, последнее пополнение – транспорт малой вместимости. А чтобы решить все проблемы, Уфе нужны не фазы. В основном у нас преобладание идет малого класса. Один малый класс – это в среднем 15-20 человек. Большой класс – это порядка 100 человек. Соответственно, если перевозчики частные, государственные закупят автобусы большого класса, то это будет достаточно. Порядка тысяч автобусов на горы вполне. Когда они появятся на улицах города – неизвестно. Также непонятно, когда транспорт стабильно будет работать по вечерам. Сейчас у предприятий нет достаточного количества водителей. Кажется, уфимцам пора запасаться теплыми вещами. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ. Уфа строилась и развивалась на протяжении более чем 400 лет. Однако обычным ребятам удалось воссоздать столицу такой, какой мы ее знаем, в компьютерной игре под названием Майнкрафт. Пришла идея, а что если построить целый настоящий город в этой игре, в этой песочнице? Так и началась история Атланты Крафт с сентября 2019 года, как мы начали строить реально город Уфы. В нашей команде есть более 60 строителей. Огромная текучка кадров. Думаю, за все время через наш проект прошло порядка больше 300 строителей. Так чем занять себя в игре, в которой возможности безграничны? Создать свой мир или разрушить уже существующий? Или же сделать что-то принципиально новое? Все это объединило в себе детская, на первый взгляд, компьютерная игра. Это как песочница, где ты можешь создать все, что угодно. Все, что придет тебе в голову, ты можешь реализовать в этой игре. Ты можешь построить огромную статую, ты можешь сделать огромный корабль, ты можешь сделать все, что угодно. И суть игры в том, что ты по кубику можешь построить все это, как ты видишь это в своей голове. Майнкрафт — это творение шведского программиста и геймдизайнера Маркуса Персона. Изначально она не была ориентирована на юных игроков, но вышло так, что именно они и создали имидж огромной детской площадки, которая при этом наполнена взрослым контентом. Майнкрафт, это моя жизнь! Майнкрафт! Тем не менее, всегда существовала относительно небольшая группа людей, которая стремилась создавать что-то новое и использовала возможности Майнкрафт по полной. Так один из игроков создал внутри нее рабочий аналог центрального процессора. А большой драматический театр в разгар пандемии поставил пьесу Антона Павловича Чехова «Вишневый сад внутри игры». Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если в нашей губернии есть хоть что-то интересное, даже замечательное, так это наш вишневый сад. Не остались в стране и уфимские мечтатели. Свой родной город они тоже решили переместить в игру. Так, здесь, передвигаясь к леву от гостиного двора, мы увидим Holiday Inn. Это отель, как ни странно. Это, да, это, например, Крултай, административное здание. Это Дом профсоюзов. Здесь даже интересный факт, интересный вправду. Каждое дерево, оно расставлено не так, не просто так, как наугад. Каждое дерево смотрится так же по картам, смотрится его вид. То есть береза, дуб, там топы, например, да. И где оно располагается, насколько большая у него листва, и оно выстраивается в соответствии с тем, как оно из реальной жизни. Даже деревья. За возведение виртуальных домов каждый строитель получает вполне реальные деньги. Но чтобы попасть на стройку, нужно доказать свою профпригодность. Наши строители получают самые настоящие деньги, рубли. Но чтобы именно стать строителем, нужно сначала написать в группу, заполнить заявку. После чего ты только попадешь на сервер отбора. Там тебе будет выдано тестовое задание. Я полностью финансирую этот проект. И я занимаюсь трейдингом криптовалют. Может, биткоин. Думаю, это все слышали. Строительство Уфы в Майнкрафт объединило не только жителей города, но и людей со всей России и даже из других стран. Когда же город будет построен, его откроют абсолютно для всех. В нашей команде, не только я есть в Атланта Крафт, у нас есть также еще четыре администратора. Причем это не просто кто-то из Уфы. Один парень, Данила, он из Минска. Он довольно часто пропадает сейчас. Например, потому что им отключают интернет. Это будет не просто карта, на которую игроки смогут зайти, побегать и выйти. Это будет настоящий roleplay сервер. Roleplay сервер – это когда человек может зайти, как игрок, на сервер, но при этом он должен выполнять свою работу, как в реальной жизни. Сейчас ребятам нужно еще больше строителей. Ведь воздвигнуть новую Уфу, которая будет не хуже настоящей, можно только общими усилиями. И вполне возможно, что некоторых игроков стройка заставит посмотреть на Майнкрафт по-новому. Егор Полторыхин, Руслан Габидолин, телеканал ЮТВ. Руслан Габидолин, телеканал ЮТВ. Руслан Габидолин, телеканал ЮТВ Субтитры создавал DimaTorzok